Ну что, ребят, время уже 4 часа, 5 час. Вон с той деревней мы выехали. Так, Лёша уже поехал. Дали ему транзитные номера. Парень нас вон на машине сопровождает, хозяин бывший уже нас на машине. Ему ехать до Красноуфимска 200 километров. Ну, думаю, ночью к брату он доберется, а там переночует и поедет дальше до Екатеринбурга. Отсюда получается общая протяженность 510 километров. Так что, вот едем, наверное, сейчас мы его догоним. Сейчас я попробую. Видите, у меня получается монтаж не буду делать. Так, сейчас вот вставлю в машину. Поедем. Немножко сопроводим Лёху. Хотел посмотреть, как он идет. Сейчас посмотрим, ну, километров 20 проедет, что где греется, где что бежит, посмотрим, чтобы уже точно убедиться. То есть там редуктора боковые посмотреть и кардан с переднего на передний мост. Там подвесной у него есть, как у МТЗ. Тоже, чтобы греется, не греется, посмотреть. Солярку до полного заправили. Хотя у хозяин даже вот полный там, ну, буквально литров 5 залили. Спасибо огромное. А то обычно покупаешь, там остается литра 2-3 в тракторе. Тут бак под завязку, короче, был. Полный, в общем. Не знаю, как Лёша вышел на этих парней, хозяев. Прям молодцы. Звали покушать, но у нас времени уже нет. Спасибо огромное за гостеприимство. Общительные люди. Прям респект и уважуха. Молодцы. Молодцы прям. Большой вам привет. Приедем, отзвонимся. Доехали, не доехали. Но я Лёше сказал, чтобы позвонил. Вот. Что еще хотел сказать? А, дали транзитные номера. Я думал, транзитные номера уже не выдают. Ну, выдают. Вот у него сзади на этот приклеили. Ну, так поставили, чтобы было видно. Ну, трактор довольно-таки в хорошем состоянии. Прям молодцы. Видно, что люди с техникой имели дело. Ну, брали под себя и, так сказать, работали. Молодцы. Семнадцатого года трактор. Считай, сколько? В 2021-й. Семнадцатого. Они, говорят, его в восемнадцатом году взяли. Считай, четыре года трактору. Ну, неплохое состояние. Иначе бы Леша бы, наверное, его не взял. Но он просил меня посмотреть это. Ну, все хорошо. Все отлично. Едем. Сейчас спидометр. Вот за Лешей еду. Как раз хотел замерить, сколько километров в час он едет. Ну, вот где-то двадцать, двадцать пять. То есть по-разному. То есть он вот кочкик тут. Дорога здесь в Башкирии не очень. Честно говоря, это... Не знаю, к кому претензии. Ну, желать бы оставляла лучше. Ну, вот где двадцать пять едет, двадцать. Ну, средняя. Получится скорость где-то двадцать километров в час. Это ему десять часов пути до Красноуфимска. Если таким темпом будет ехать. Ну, я говорю, я еще раз говорю, я его сопровожу. Чтобы посмотреть, как там все дышит. Ну, еще перекусим, я думаю, вместе с ним где-нибудь остановимся. И потом я уже погоню дальше. Я уже... Ну, во всяком случае, у него связи здесь нет. Здесь у него... Что у него? Мегафон тут? Не мегафон. У меня-то МТС... В этой... Ну, как, поселке еще МТС работает. Так, Леша, что-то встал. Встал, сейчас узнаем. Пойдем узнаем. Что, Леша? А мы не спросили. Маячок не надо, нет? Не, не надо. У него и нету. Ни маячка, я спрашивал у него. Ни маячка, ничего нету. Ну, он это... Поворотник кто включал или забыл? Я включил. Не забывай, ну, выключи. Я понял. Так, вроде ничего. А я сейчас тебя сниму. Что ты сливаешь, уже соляру сливаешь. Ну, пока говорит, вроде ничего. Главное, чтобы ему нравилось. Самое главное. Ну, ничего так, техника. Я уж показывал. Самому приятно. Ну, как новый, что говорить тут. Солярку вот сюда мы ему еще погрузили. Бак 100 и 150 сюда. Думаю, хватит. Так, вот хозяин машины. Все нас не может проводить. Переживает тоже парень. Ну, что, пока все нормально, отлично. Спасибо, что сохранил нормально технику. Молодец, но... В общем, ладно, мы тогда погнали. Ты можешь уже не сопровождать. Переживает нас. Сопроводить надо. Этот, Болтачево, видимо. А, на Болтачево хочешь выйти? Ага. А там обратно поедешь. Видите, парни даже переживают, хозяин. Бывший уже хозяин переживает. Молодец, технику любит. У тебя что, печка, все нормально здесь? Нет, он горячий. Ну, горячий, все... 80, вот температура, смотри. Все, больше не греется. Ну, проехали мало. У него средняя скорость 20-25, вот так, стрелочка. Где, видимо, кочек нет, 25. Я чуть-чуть маленько отпускаю. Ну, вот дальше проедем, посмотрим, что где греется. Вот этот еще, вот здесь у него подвесной, вот как у МТЗУХи. Посмотрите его, и бортовые, и это, что-то еще хотел я тебе сказать. Что-то надо было еще. Ну, ладно, вспомню, скажу. Так. Да-да-да. А этот вперед. Ну, все. То есть учись на ходу сразу. Да. Не, молодец, научится. Он сам-то шофер, купил себе трактор. Работает, нравится. Звук такой у него. Прям... Прям классный звук. Вообще нормально. Так, погодка на улице. Сейчас я посмотрю. Минус 15. Вот спидометр мы приехали. Я еще не нулировал. Минус 15. А ночью было... Блин, руки затряслись, замерз. Ветреган. И это... 38 было утром. Рано мы выезжали. По дороге где-то спускались к речке. Ну, поехали. В общем, Башкирия. Вот такая... Там красивые места есть. Ну, как бы не горы, а как они... Там и горами назвать-то. Хребет уральский-то нельзя. Ну... Красивые места. Тоже Башкирия. Может быть... Попробую снять. Ну, видите, снимать и показывать. Надо монтировать видео, чтобы вы смотрели. Вот проедемся еще деревня. Посмотрите, как тут. Дороги, скажу, не сильно важно чистят. Есть поселки, мы проезжали вообще... Ну, чистят, но гололед на дороге. Здесь еще было недели две оттепель. И, возможно, вот этот лед остался... От этого дождь еще здесь. Ну, и у нас и шел дождь. И здесь, по всякой видимости, шел дождь. Ну, вот если вправо-влево, вот с центральной улицы посмотреть, то это... Ну, белая дорога. Так, сейчас мы тут... Это центр... Центр поселка. Мы сейчас должны на право уйти. Так, здесь стоп. Смотри-ка, Леха соблюдает правила. Поехали за Лехой. Это вот центр у них здесь. Шкири. Не знаю, на югах был, но так нигде не похоже. Чтобы с чем-то сравнить, можно было. Вот здесь улица, здесь поменьше уже, чищена. Ну, домики красивенькие. На продажу, во всяком случае, здесь не видел. Хотя здесь зарплата 12 тысяч. Как мне говорили, кто в совхозе работает. Ну, может быть, у кого-то есть больше. Ну, то есть, представляете, да, 12 тысяч в месяц. Что тут можно... Вот кто на себя работает. Я вот только не спросил, на себя работает. Нет. Ну, во всяком случае, у них ИП какое-то. Вот у кого мы купили трактор, у них свое ИП. Тоже продали за ненадобность. То есть, купили и работали карьеры. Они купили и через месяц закрыли карьеры. Ну, в связи, что, вот знаете, по телевизору показывают где-то... Ну, гору тоже люди не дают гору срезать, чтобы соду добывать. Я уже забыл, как там было по телевизору, как называется место. И в связи с этим, что нельзя брать, закрыли и здесь тоже, видимо, все карьеры. И он у них два года теперь стоит. Ну, как бы стоял. Ну, видно, что он не работал. Даже ковш и тот в краске. Они им снег чистили, убирали. Ну, насколько вот мне рассказали, и я вам расскажу. Ну, видно трактор, что не работал. Моточасов у него я не нашел. Почему-то нету. Заправка. Это я, по-моему, вам показал в первом видео, когда внутри садился. Все приборы есть, а вот моточасов у него нету. Но у него, может быть, моточасы, если мотор какой-нибудь другой, моточасы могут быть на самом моторе, как на Т-40, знаете? Тут смотри, как нагло они едут. Страшно. Улочки узенькие, снегу. Это чистили, видимо. Ну, вот брус сверху лежит. Гусковато. Ну, вот гололед сильный. Прямо видно, что лед на дороге. Ну, вот. Вот сейчас выдвинулись. Время. 4.45. Но мы уже проехали... Так. 8.6. 9 километров. 9.4. Ну, вот 10 километров мы еще только проехали. Пока этот заправили, пока это время ушло. Еще ездили с учета сразу снимать. Но время прошло. Так что, не знаю. Леха-то приедет завтра, потому что он доедет до брата, переночует. И завтра уже с утра поедет на Екатеринбург. То есть, путь поделит на два этапа, так сказать. Сегодняшний будет допоздна. Сколько займет времени. Но я потом вечером с ним созвонюсь. Но видео по этому поводу делать не буду. А потом уже, может быть, когда приедет, тогда уже... Ну, сниму какой-нибудь ролик, сделаю. Все, вот. Все, хозяин переживает. По-моему, даже слюну пустил. Ему даже жалко было продавать. Ну, респект уважуха, что сохранил трактор. Молодец парень. Тоже молодой. Так что, спасибо за сохранный трактор. Ну, у них тоже, видишь, была бы работа, он бы и не продавал. Если честно, я смотрю. Брали-то, чтобы работать на нем, честно говоря. А если работы нет, говорят, ну, зачем он будет стоять? Тоже людей понять можно. И жалко продать. И вроде как и стоит без дела. Ну, ладно, ребят, в общем, дорога плохая. Вот, еду, чтобы понять, да, как качает тут. Объезжаю кочечки, ямки. Не знаю, как тут творится летом, если зимой такие кочки. Скорее всего, летом здесь еще хуже. Ух ты, виляет как-то. Даже трактор он. Вон, видите, да, какие тут кочки. Дорога не вся такая. Где-то на... Ну, где-то вот сейчас мы будем километров 20 вот такой дороги. Потом в Свердловской области километров 40 такой дороги. А потом уже нормальная автодорога. Там федералка, выезжаем на федералку и будет нормальная дорога. В общем, всем удачки, всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Продолжение, я думаю, будет.